Пластисфера. В лесопарковой зоне микрорайона Киселевича, администрация Первомайского района, молодежь и просто неравнодушные убирают мусор по собственной инициативе. Консервные банки, пластиковые бутылки, всевозможные упаковки и даже старая мебель. Отсюда вывозят тонны отходов. По статистике, не меньше 40% из них ценное вторичное сырье. Вот только человеческая лень и безответственность не позволяет хлому попасть на переработку. Бросить легче, чем донести до урны, которые буквально на каждом шагу. Люди бросают мусор, где придется, как придется и не смотрят ни на что. Вот там это мой больной вопрос. Стоит более быть аккуратными, смотреть за собой, как в квартире, и не бросать. Сакон, особенно окурки, очень много окурки, пищевые отходы бросают. В обручании, пожалуйста, давайте беречь все-таки экологию, все-таки жить дальше поколению нашему здесь, поэтому давайте сохранять чистоту. Углеродный след. В то время, как весь мир борется с целыми мусорными континентами в Мировом океане, кто-то постоянно устраивает свалки в городах. Такая картина – частые явления на окраине Титовки, в Еловиках, в микрорайоне Западной. К тому же в активную фазу вступил сезон пикников. А это значит, на земле окажутся остатки пищи, пластиковые стеклянные бутылки, жестяные банки, бумажные обертки. 300 миллионов тонн пластика ежегодно сбивают водные пути, моря и улицы. За размещение отходов в несанкционированных мест законодательством предусмотрена административная ответственность, которая предусматривает штраф в размере от 5 до 1000 базовых величин. Сейчас проблем с установлением личности размещающих отходов нет, потому что очень широко используется практика установки скрытых фотоловушек и иных средств фото- и видеофиксации. Сохраните природу. Те, кто не бросает фантики, где попало, часто сжигает ненужные вещи. Якобы это быстро и безопасно. Фейк. Любые отходы содержат в себе тяжелые металлы, в частности ртуть и соединение свинца, которые попадают в почву, воздух и даже воду. Плюс личная безопасность. Если не учесть силу и направление ветра, возгорание может стать неконтролируемым и в считанные минуты смести с лица земли все стоящее рядом. В лесу запрещается разводить костры в хвойном молодняке, под кронами деревьев и на торфяниках. Уходя, помните, что нужно до конца затушить свой костер, не оставлять спички, окурки и, конечно же, стекло, чтобы не было условий для возникновения возгорания. Берегите себя и нашу природу. Не стоять в стороне. Внести свою лепту и сделать город чище можно будет 22 апреля на республиканском субботнике. Скверы и лесопарковые зоны на улице и во дворы выйдет около 3 миллионов человек. Намусорить легче, чем убрать. Ну, по-человечески ли это? Вопрос. Кристина Риенц, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.